На самом деле ума нуждается в стойких людях больше, чем она нуждается в группах людей, которые не являются стойкими и решительными, которые отворачиваются от истины в трудных ситуациях, и которые не являются обладателями стойкости и силы духа при встрече с трудностями. Поэтому посланник Аллаха, салли Аллаху, алейхи вассалям, твердо стоял на истине, будучи один в то время, когда люди отвернулись от истины, представляя собой целые группы. Это по причине силы того, что находится в сердце, по причине твердости, решительности и веры, чем он и отличался от остальных. И поэтому человек видит среди людей того, кто находится среди заблудшего окружения, видит того, кому дает поддержку Аллах, субханху ва тааля, в среде неверия и заблуждения. Аллах, субханху ва тааля, укрепляет такого человека. А потом люди удивляются его стойкости, его иману, его силе духа и твердости в трудностях. И пусть человек посмотрит на то, что противоположно этому. Когда люди живут в землях мусульман, среди праведных людей, в благочестивых семьях. Эти люди, которые хотят свернуть с прямого пути направо или налево, и которые колеблются. Иногда защищают истину, иногда защищают ложь. И такие люди могут быть разных степеней и уровней лжи. И это признак чего? Признак того, что иман, по причине которого человек проявляет стойкость, этот иман дает ему возможность стойко встретиться лицом к лицу с трудностями, проблемами, испытаниями, которые Аллах, субханху ва тааля, посылает на пути человека и затрудняет его жизнь. И это должно произойти обязательно.